Друзья, это видео ссылка и в описании есть ссылка на саму статью. По сути дела, ответ на вопрос изучения, обучения, разработки на примере функций. Просто есть люди, которые изучают языки, но никак не могут выучить. С другой стороны, я показал, что язык выучить может абсолютно любой человек. И в данной статье приведено, как конкретно поработать с функциями, что вы будете их понимать абсолютно в разных языках. То есть это и есть решение, подход. И самое интересное, я показал, что этот подход вы используете каждый день. Так почему же вы от него отходите в языке? Потому что в большинстве своем люди думают, что язык нечто другое. Нет, ребята, я вам предлагаю совершенно иной подход. То есть возьмите, исходите из позиции, что вы программист. Я это показал. Ведь вы каждый день завариваете чай, кофе, ходите в магазин. Это те же функции, маленькие программы. Единственное, что вы их никак не называете. И здесь я показал очень важный момент. Что ведь, по сути дела, в большинстве своем люди... Вот я расписал два варианта изучения языка. Когда изучение языка исходит от книги, курсов, где у вас нет понимания, что вы учите, да? Что вы хотели бы учить. И второй вариант. И второй вариант, когда вы являетесь инициатором того, что вы учите. И показал решение этих вопросов. На самом деле, по сути дела, для того, чтобы разобраться в функциях во всех языках, надо неделя, если правильно подойти. И вы сможете не просто работать с функцией. Вы сможете с ними работать профессионально, а в других языках разбираться на лету. Почему? Потому что самое главное, что я показал, что решение проблемы лежит в том, в понимании того, что есть функция вообще. Потому что само по себе понятие функции программирования, оно не относится ни к одному языку. Да, это просто есть функция, которая когда-то была реализована, как некое знание, функциональное программирование. Но использует это функциональное программирование в разных масштабах, разные языки. И на самом деле, самый главный ответ... Самый главный ответ на вопрос, который вы получите, это то, что вы будете знать, что делать. Потому что на самом деле, первый пункт всегда, надо, чтобы знания исходили от вас. Ну, давайте приведу самый простой пример. Вот представьте себя в такой ситуации. Вы приезжаете в другой город, и вам нужен магазин. Вы же не действуете так, что, ага, у меня в том городе, где я живу, магазин за углом. Вы тупо идете за угол, смотрите, а там мусорка, а магазина там нет. Но, смотрите, включается что? Включается ваш мозг. То есть, вы думаете, мне нужен магазин. У вас есть решение. Вы начинает работать if-else у вас в голове. Ваша функция, ваш метод, да? То есть, вы смотрите, идет там, допустим, бабушка с сеточкой, ну, это точно в этом районе живет, или там недалеко она точно знает, где магазин. А если вы увидели в сетке хлеб, там торчит, да, кусочек, то вы понимаете, ага, она с магазина. Вы спрашиваете, она вам говорит, где магазин, вы его находите. Что здесь главное понять? Заметьте, вы знали, что вы хотите получить, найти магазин. Но ведь решение искалось не в книге, не в курсе, а у вас в голове. Вот это и главное в моем подходе обучения. Это и есть решение проблемы и легкости изучения языка. Именно это первый пункт со всеми остальными там привычками, все почитаете, да? У вас в голове должен быть язык. Сейчас я предполагаю, что часть людей скажет, а где же это взять? Вот для этого я пишу много видео и много статей. Кроме этой статьи, вы почитаете достаточно много статей, потому что первый пункт моей системы всегда один, да? Вот смотрите, большое количество статей, которые поможет ответить на вопрос, что такое разработка. А в конце вот этой статьи я как раз, кроме самого объяснения работы с функциями, но ведь эту работу можно перевести абсолютно на любые другие типы данных, да? А смысл один и тот же. И язык тут совершенно не важен. Хотя мы работаем с питомной котлина. Но я вам предлагаю ответить самим на эти вопросы, прочитав эти статьи. По сути дела, что я вам говорю? Ребята, вот вам статьи, почитайте, ответьте всего на три вопроса, которые должны поставить на короткую ногу ваши отношения с языком программирования. Что я буду понимать под началом изучения языка? И я привел здесь видео, статьи, то есть вы поймете, вот есть парень Мурат, он чик-чик-чик, типы данных, все, дальше я подсказал. Второе. Что я буду понимать под развитием и что я буду понимать под разработкой? Как только вы ответите на эти вопросы, у вас сразу становится понятно, что делать. Вот как в ситуации с магазином. Начинает язык прорастать, то есть вопросы идут к языку. От вас образуется нормальная, так вот проще сказать, когда вы задаете вопросы, вы ищете ответы, то есть у вас в голове происходит процесс, то есть пространство получения знаний. Как только вы это пропускаете, у вас получается, как в первом варианте, я рассказывал с магазином, то есть вы смотрите на книгу, у вас нет таких вопросов, читаете там нечто, вижу книгу, смотрю книгу, вижу книгу, не понимаю, что зачем, по сути дела, читаю, засыпаю. Какое программирование? Да никакого. Так вот, если сейчас идет речь о функциях и об этой статье, то по крайней мере, что главное вы поймете, сам механизм изучения. Я показал, а вот он механизм, простой, вот оно решение. На самом деле, работа с функциями, можно научиться за одну неделю, и работать во многих языках. Что сложного? Все остальное можно подсказать, понять в группе. Ну, прочитайте другие статьи, и у вас будет четкое представление, как работать с языком, то есть лично ваше отношение с языком, в чем и есть успех, от вас будут происходить вопросы. Это и есть решение, решение об изучении языка в самые короткие сроки. Спасибо за доверие.